здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию на рассмотрение не такую вот приманку которая называется hopper или же вот такую приманочку это тоже все одни и те же разновидности семейства hopper по моим правилам как допустим мне доделают замечание мои американские друзья что я немножко усложняю приманочки я вяжу в основном для вас если б я вязал приманку для себя то я бы в большей степени связал бы вот такую простую приманочку которая объединяет всех hopper жучков паучков на которую достаточно удобно ловить но я сейчас по просьбе моих друзей из днепропетровска свяжу небольшую приманку которая тоже относится к семейству hopper но приспособлена для нашей рыбалки давайте приступим крючок мы с вами взяли для кимка 200 р или же крючки есть специально для вязания хопперов так и пишут что для hopper крючок вот допустим как вы видите это не реклама довольно таки тоже у хорошая удачная модель берем крепим нашу нить немножечко добавим клея так как приманка я буду изготавливать для поимки головля атака нашего головля бывает иногда довольно таки стремительная поэтому чтобы служила дольше мы ее сделаем покрепче и материалы будем использовать те которые нам в процессе вязания я покажу найдутся почти в каждом у каждого вязальщика для изготовления необходимо использовать материалы которые не намокают но учитывая то что не всегда у нас под руками находится пряжа полипропиленова или другой искусственный материал который обладает свойством не намокать я изготовлю сейчас мушку так чтобы вы могли ее использовать дома без всяких лишних материалов берем вот такой кусочек пенки который у меня остался как и у вас может быть от каждой любой работы он может быть любого цвета вплоть до черного это не столь существенно крепим его у загиба предварительно немножко добавил клея для сегментации нашего тела которая будет под пенкой я взял плоский голографический люрекс если у вас нет такового можете использовать любой люрекс это уже те элементы которые можно спокойно заменить закрепили тело я буду изготавливать из обыкновенного серого добина которого который я начисал со своего кота он достаточно мелкий и мне очень удобно и хорошо с ним работать но в качестве блестящих элементов я добавлю немножечко вот такого материала хендосовского который позволит нам еще дополнительно хорошо блестеть нашему брюшку я беру подготавливаю нить добавляю немножечко совсем клея и мелкими порциями стараемся так чтобы у нас не было скучности материала добавляю на нить чем плотнее будет тело тем для нас это будет лучше добавляем на нить делаем примерно так чтобы наши даббинговая нить было сантиметров 10 не больше лучше потом нам ее добавить так как работать будет неудобно и совсем совсем немножечко вот так по щепоточки добавим нашего блестящего элемента совсем совсем немножко прокручиваем нить формируем теперь уже окончательно нашу даббинговой нить скрутили вот так она у нас сама хорошо скручивается и начинаем формировать тело у загиба мы делаем немножечко так чтобы только скрыть и следы крепления потому что крючок не хотелось бы использовать 8 номер или же 10 поэтому мы не будем ухудшать качество поклевок наших вот как видите у меня все равно немножко не хватит моей даббинговой веревочки поэтому опять мы немножко добавим совсем совсем немножко можно использовать и если есть хороший подшерсток лисы но лучше конечно в данном варианте это уже проверено использовать подшерсток который у нас остается когда мы используем мех козы приблизительно дошли вот столичка можем еще конечно немножко добавим сейчас по общей длине где-то приблизительно должно у нас получится что мы должны чуть больше зайти за серединку нашего крючка вот так где-то да и теперь мы берем аккуратно проматываем нашу нашу нить к загибу вернулись берем проматываем сегментируем наше тело и здесь учитывая то что у меня длина позволяет я сразу этим своим своим люрексом сделать завершающий узел вот так годится убираем он нам уже не нужен берем теперь аккуратно подтягиваем смотрим достаточно достаточно значит у меня я буду использовать искусственный мех золотистого цвета поэтому мне понадобится фломастер коричневый учитывая то что у нас кузнечики жучки больше предпочтительнее на рыбалке черные не очень зеленые тоже я как-то обращал внимание не очень а вот серого кузнечика или жучка наша рыба с удовольствием не пропускает отлично остальное мы с вами докрасим переводим не там где мы должны крепить наклонили подхватили так чтобы у меня на хоть у вас находилась сверху над крючком двигаемся равными шагами теперь вот так и окончательно теперь подхватываем там где у нас закончился даббинг и не отрезаем потому что это наша с вами дополнительная плавучесть годится так как у нас это все будет закрыта уже материалом мы возьмем с вами окончательно подкрасим нашим фломастером если есть у вас оливковый попробуйте оливковым если нет никакого пусть остается белым это не страшно вы потом процессе рыбалки убедитесь что не столь существенно влияет это на поклевку остановились теперь как у каждого жучка кузнечика и всех остальных есть лапки лапки я надеюсь вы знаете как изготавливать из период охотничьего охотничьего фазана поэтому я изготовил их заранее мне необходимо будет по парочке лапок с одной и с другой стороны они должны быть несколько вот так вот длиннее нашего основного тела подровняли выровняли и крепим по бокам как вы видите за счет пенки наши лапки хорошо расходятся повторю еще раз есть достаточно попроще приманки я очень уважаю особенно приманку royal wolf которая очень очень хорошо себя зарекомендовала или же допустим также с удовольствием можно взять изготовить стимулятор любого оттенка какой вы захотите вот у нас вышла вот такая симпатичная конструкция как у каждого кузнечика допустим если вы посмотрите на стандартный так как родоначальники американские это все и английские изготавливали у него есть вот такое крыло мех сам по себе я его не всегда стараюсь применять потому что по некоторым причинам он для наших очень строгих рыбалок где рыба уже видела разную приманку он не всегда проходит берет в рот и выплевают поэтому я беру если вы сможете рассмотреть это обыкновенный искусственный мех как его называют в интернете артфюр его эластичность гибкость и будем говорить намокаемость очень меня устраивает поэтому он хорошо обрабатывается флотантом служит достаточно хорошо и долго поэтому я буду использовать его в качестве крыла отрезал подровнял вот так немножечко кончики как вы видите у меня вышла вот такая кисточка примере имею наша кисточка должна доходить приблизительно до конца загиба подхватили в месте крепления следим за тем чтобы мех не уходил ни влево ни вправо и я беру оставшийся вот свой мех для того чтобы у меня было значительно пышнее крыло переламываю и креплю его также если по каким-либо причинам вы взяли из для себя изготовили такую кисточку и у вас мало как вы видите вот таким способом можно спокойненько изготавливать крыло вот у нас вышло такое симпатичное крыло подровнять все вот волосочки которые вам нравятся или не нравятся это можно будет потом для изготовления основного крыла которая используется в этих мушках обычно используют оленей мех мы с вами будем использовать вот такой мех из хвоста теленка крашеный кофтейл он флуоресцентной окраски для чего я это делаю для того чтобы можно было нашу мушку которая уходит на значительное расстояние от нас мы могли видеть и контролировать мы теперь берем опять немножечко нашего симпатичного дабина можно изменить расцветку сделать ее здесь грудку черной это как вы уже сами захотите и мы место крепления наших лапок не нагромождая вот так выполним обмоточку даже вот столичка будет достаточно остальное уберем так как дабинг я буду использовать еще я его просто опускаю вниз по нитке и мне так будет удобнее потом работать я подготавливаю небольшую щепоточку меха с хвоста так чтобы сразу у меня при отрезании кончики мои смотрелись у меха ровными отрезал необходимое количество меха также также убираем поломанные и несколько длиннее волоски которые есть щепоточка приблизительно должна быть по величине вот как вы видите такая как наш хвостик основное это крыло которое мы сделали я немножечко поставлю крючок в удобное для себя положение чтобы мех этот не скользил вот так повыше подарок посмотрели вот столько нам будет приблизительно достаточно что нам необходимо теперь с вами сделать друзья мы должны этот мех закрепить несколькими порциями если у вас получится это первый вариант если по каким-либо причинам у нас не получается мы его закрепим один раз не переламывая наше наше крыло для того чтобы наш мех более качественно держался необходимо немножечко капнуть клея потому что сам по себе он очень очень скользкий также чтобы наше крыло находилась сверху притяжной петлей прихватили наш мех по всей длине посмотрели отлично вот такое крылышко меня устраивает вполне и теперь так как мы с вами и планировали подводим обратно наш даббинг опять сформируем даббинговую нить и аккуратненько вот так обмотаем нашу головку как вы видите конструкция его допустим сверху понятно а снизу он должен напоминать как бы плывущего жучка поэтому величину саму головы вы уже будете подбирать для себя сами для дополнительного привлечения я беру уже учитывая то что мы сформировали достаточно нашу голова грудь я возьму парочку павлийних перьев если у вас по каким-то причинам нет замените вот таким даббингом который по цвету и по эффекту уже проверено заменяет полностью наш наше перо закрепили и здесь же у колечка сделаем парочку оборотов чтобы наша нить никуда не убежала так будет достаточно совсем-совсем немножечко чтобы не нарушить наш даббинг мы добавим пару пару капелек клея это не ухудшит конструкцию и внешний вид и в то же время будет крепче наше наше перо держаться и начинаем намоточку длинными шагами вернулись крылу и начинаем выполнять обмотку если по каким-либо причинам неудобно поставьте крючок так чтобы было вам удобно поднимите его несколько выше чтобы само перо павлина у нас не скользила вот приблизительно дошли мы до колечка еще можно выполнить здесь парочку оборотов я подтяну нить удерживаем рукой помогаем себе вот так и закрепим окончательно уже наше перо посмотрели да все устраивает все хорошо нигде не видно у нас залысин как вы видите мушка наша почти готова к работе достаточной имеет она плавучесть так как артфюр или искусственный мех сам по себе не так сильно намокает и можно хорошо обрабатывать флотан там поэтому в качестве плавучести мы не сильно здесь и потеряли делаем завершающий узел и формируем головку как вы видите друзья по сравнению с этой мушкой у нас вышло значительно крупнее поэтому я вам еще раз повторю на вот такого допустим величины связано на крючке спокойно можно ловить любую белую рыбу начиная от 16 18 14 номера эту я связал для вас чтобы было более видно номер 10 поэтому пользуйтесь пишите проверенная мушка вот в такой компоновки достаточно хорошо работает по головлю благодарю вас за внимание до скорых встреч